Это всего лишь вступительная битва. Она представляет расу и юнитов. Это битва между гномами и зеленокожими. Она называется Засада у Громового Водопада. Кроме того, мы здесь впервые показали новый тип карт для Total War. Это подземная пещера. В данном случае это путь, построенный тысячи лет назад, который проходит через весь мир. Это вроде как торговый путь, который в данный момент оккупировали зеленокожие. Вот те очень плохие ребята. Гномы лучшие инженеры в мире. У них крайне продвинутые технологии в сравнении с другими расами. Они полагаются на силу, броню и технологии. Потому что они не очень быстрые, они невысокие и у них короткие ноги. Так что они не способны на крутые маневры. Они предпочитают как бы держать строй за вот такими большими пушками и стрелять во все, что находится перед ними. Уничтожать врага. Сейчас мы видим расстановку сил перед сражением. Вот эти ребята реально клевые. У них есть настоящие огнеметы. А еще у них броня под бородами. И да, конечно, есть юниты с пороховым оружием и огнеметами. Огнеметы это то, что мы еще никогда не делали в Total War по очевидным причинам. Эти ребята убийцы. Они по-настоящему интересны. Они натренированы на то, чтобы убивать самых больших, самых крупных монстров в мире. Или умирать пытаясь. Так что у них нет страха. Они просто идут в бой. И в этом их специализация, мочить большие штуки. Сейчас мы устанавливаем войска перед битвой. Games Workshop дали нам все. Вообще все, что у них есть. Все, что они сделали когда-либо. У нас также есть свои художники. Потому что мы тоже большие фанаты настольного Вархаммера. Так вот, сейчас наступают зеленокожие. Из засады. Гномы и зеленокожие — это полные противоположности. У зеленокожих невероятно низкий уровень технологий. Это просто одна ошеломительная сила. Что очень контрастирует с гномами. Которые больше сфокусированы на деле. Лучше бронированы, лучше натренированы. А еще у них есть эти огнеметчики, которые буквально выжигают этих гоблинов. Но, как вы уже заметили, у гномов нет кавалерии. У них нет лошадей, ничего подобного. Они крайне медленные. А вот тут одни из самых быстрых юнитов у гоблинов. Это пауки. Гоблины седлают гигантских пауков. Как вы можете видеть, они стараются окружить пехотинцев и сделать их слабее. Вы можете видеть, что подходит подкрепление. Если вы заметили, там была красная кнопка. На нее можно кликнуть и сразу отправиться к врагу. Так что мы стараемся улучшить пользовательский интерфейс, его комфортность и тому подобное. Так, тут еще больше гоблинов. В чем еще разнообразие гоблинских юнитов? Некоторых можно посадить в артиллерию вместе с крыльями и стрелять ими. Они настоящие камикадзе. Вам понравится. Вы увидите их немного позже. Вы также можете заметить, что артиллерия промахивается. Нет ничего предсказуемого. Артиллерия может стрелять и попадать куда-нибудь не туда. Это не снайперская стрельба. Все немного непредсказуемо. Мы можем видеть, что гоблины ретируются, потому что они не любят огонь. Так что их мораль сломана, и они отступают. Какая у нас еще новая штука? Вы видите Торгрима Злопамятного, который является здесь предводителем гномов. Он легендарный лорд. В обычном Total War у нас есть агенты и генералы. На этот раз у нас есть три типа. Агенты — это теперь герои. Но есть небольшая разница. Видите второго парня слева на панели? Он агент. Он герой. Если у вас есть армия, которая вступает в бой, он буквально присоединяется к ней на поле боя. И у него есть древо скиллов. То есть на глобальной карте по-прежнему есть такие вещи, как убийство, манипуляция, саботаж. Но теперь агенты могут еще и присоединиться к битве. Вы можете использовать их, и они очень хороши. Легендарные лорды — это лидеры ваших фракций. И они в буквальном смысле бессмертные. Так что когда они умирают на поле боя, они на самом деле просто получают ранение. Потому что легенды никогда не умирают. О, сейчас вы видите убить. Но они находятся в лучшей позиции. Потому что они плотно окружили этого большого чувака. Вы можете заметить, сейчас кто-то умрет. Кто-то умер. Некоторые просто сбиты с ног. Но они поднимутся снова. Но возвращаясь к легендарным лордам. Они имеют расширенные древо умений, ветки скиллов, которые уникальны для каждого. И по степени прокачки они получают вещи, квесты и квестовые битвы. Это новая фишка в Total War. То есть у нас по-прежнему есть песочница, как всегда было в Total War. Мы рассказываем истории через этих персонажей. Так что через них открываются квестовые битвы, отправляют на них. И это открывает нам другие типы карт. Другие сценарии битв. Дает больше сюжета. И в конце концов они могут зарабатывать вещи. Когда вы заканчиваете битву, вы буквально получаете лут. И это может быть магическая вещь или, например, знамя для ваших юнитов и тому подобное. И персонажи могут надевать некоторые из вещей. Это броня, оружие, ожерелье, амулеты. Они дают бонусы или даже способности в битве. О, и теперь у нас тут летающие юниты. Впервые в Total War мы сделали летающих юнитов. В данном случае это вертолеты гномов. Как вы можете заметить, они расстреливают всех внизу. У них что-то вроде паровых пушек. Еще они могут сбрасывать бомбы. Как вы видите, персонажи сейчас двигаются. Так что линия, в которой мы выстроили юнитов, не идеальна. Но сейчас мы постараемся сделать все правильно и потом сбросить бомбы и заставить их сбежать. Да, вот те лучники сейчас стреляют по вертолетам. Вам нужно будет быть осторожными. Еще у нас тут огромный паук, на котором есть платформа с гоблинами, которые также расстреливают зону вокруг. Так что это как бы двойной юнит. Одновременно для ближнего и дальнего боя. Потому что паук также атакует, вокруг него тоже наносится урон. И это реально очень-очень трудный юнит. Так что придется держаться осторожнее. Еще у нас есть тролли. И тролли изрыгают кислоту на врагов. Поэтому в Вархаммере очень большое разнообразие. Очень большая разница в игре за разные расы. О, магия. Вот тут магия. Это проклятие, наложенное шаманом гоблинов. Но здесь тоже есть непредсказуемость. То, что мы видели, находится в углу карты. Потому что сначала эта магия была наложена на наших юнитов. А потом она стала типа рандомной. Она может отправиться даже к своим людям. Так что вам придется быть очень осторожными, используя магию. И это причина, почему гномы не используют магию. Они не доверяют ей. Они инженеры, и они знают, как инженерия работает. К слову о магических вещах. У Торгрима, как вы можете заметить, есть кольцо огня. И, возможно, мы увидим... О, нет. Не получится. Ну, увидите позже. То, что вы видите, это физика игры. Вот этот огромный юнит толкает мелкого юнита. Это то, над чем мы много работали в Total War Warhammer. Потому что это гигантские юниты. И это должно отразиться в физике. И сейчас мы пытаемся спасти нашего короля, у которого осталось мало здоровья. Вы видите, в нормальном Total War вам нужно держать своих генералов немного в тылу. Потому что если они умрут, ваши войска потеряют мораль и все такое. Здесь же генералы намного сильнее. Так что вы можете держать их на передовой. Но они не неуязвимые. Они все еще могут пасть в бою. Разве что легендарные лорды не умирают. Но другие герои и обычные генералы, которые называются просто лордами, они умереть могут. Как всегда было в Total War. И мы практически закончили битву. Наш король выживет и мы просто убиваем... Да, это, пожалуй, конец. Было трудно, но мы все равно победили. Мы победили. Мы победили. Мы победили. Но победили.